Пять новых лабораторий на площади 400 квадратных метров. Каждая выполняет свои собственные задачи. Новый научно-исследовательский центр акционерного общества «Мултон» открылся на территории предприятия. Завод «Мултон» в Щелково является одним из самых крупных соковых заводов России в Восточной Европе. Он открыл свои двери в 1998-м. В этом же году на заводе была выпущена пробная партия яблочного сока «Добрый» в 3600 литров. На данный момент максимальная производительность завода в день – 2,2 миллиона литров готовой продукции. На заводе заняты более полутора тысячи человек. Здесь выпускают соки брендов «Добрый», «Моя семья», «Рич». Компания занимает около трети российского сокового рынка по объему продаж, а рост доли рынка за пять лет составил более 10%. Для нас это важно, интересно. И учитывая, что «Мултон», входящая в «Кока-Колу», это крупный для Щелково и для Московского области налогоплательщик, а для меня, как для главы, очень важно, что здесь работают наши жители. Поэтому мы, конечно, такие инициативы поддерживаем и вместе с руководством этой компании будем дальше взаимодействовать, чтобы здесь еще больше работало специалистов и создавались еще дополнительные рабочие места. Поэтому я и город, и всю команду нашу, и в первую очередь, конечно, владельцев предприятия поздравляю с открытием научно-исследовательского центра в Щелково. «Мултон» входит в состав системы «Кока-Кола Раша», одного из лидеров в производстве безалкогольных напитков и крупнейших инвесторов в российскую экономику. «Открытие научного центра – это очень важно, очень полезно для отрасли. Мы хорошо знаем компанию «Кока-Кола» не только по высоким стандартам производства, по высоким технологиям, которые вы используете, но также по приверженности принципам экологической ответственности, социальной ответственности». «Я очень горжусь тем, что у нас в России, в Московской области, в Щелково, мы имеем равные возможности, как и другие центры «Кока-Кола» для создания инноваций, для претворения идей в жизнь». Осмотреть центр и посетить лабораторий – поистине уникальная возможность, которой с удовольствием воспользовались гости. Каждая из пяти лабораторий исследовательского центра выполняет собственные задачи. Лаборатория разработки продуктов занимается созданием новых рецептур, а также проверкой качества входящего сырья. Лаборатория Nutrition отвечает за контроль безопасности, качества и аутентичности сырья. В лаборатории Stability сотрудники заняты проведением исследований стабильности продуктов в течение всего срока годности, а также изучением состава и качества ароматических композиций. В лаборатории сенсорных испытаний проходят органолептические проверки и фокус-группы. Это то самое место, где независимые эксперты пробуют новые вкусы продуктов. Причем, как рассказала сотрудник компании Moulton, на вкусовое восприятие влияет не только время суток. Стать участником фокус-группы может далеко не каждый. Нужны особые чувствительные рецепторы. Еще одна лаборатория занята разработкой инновационных продуктов. В отделах исследовательского центра заняты 25 человек, а объем инвестиций в его создание равен 300 миллионам рублей. Мне приятно поделиться тем, что на данный момент наш уровень закупок Кока-Кола в России составляет уже 96%. То есть 96% всего сырья и материалов, которые мы используем для нашего производства, закупаются в России. Наша стратегия – это наша поддержка российской экономике, совместное желание расти и завоевывать рынки. Мы здесь, чтобы расти и становиться серьезным инвестором в российскую экономику. Добрый стал лидером продаж в России. Эта тенденция продолжает расти. Мы очень горды, что Добрый – самый предпочитаемый и любимый бренд по продажам в России. И мы продолжим вкладывать в развитие лучшего сока для российских семей. Расширять ассортимент – вот еще одна важная задача предприятия. Гости могли лично убедиться в укомплектованности нового научно-исследовательского центра, прошли по кабинетам, заглянули в лаборатории и смогли сами разложить и собрать аромат будущего сока.